Всем известна русская поговорка «Поскреби русского, татарина найдешь». Так вот, если в свою очередь поскрести чернивых татар, как называли в XIX веке туболаров, то их ДНК на 99% совпадет с ДНК племен Дакота и Силу. Оказывается, корни североамериканских индейцев отсюда, из далекой Сибири. Обряды поклонения огню, передачи чаши по кругу, ритуалы с огненной водой, вера в духов и сам внешний облик подтверждает гипотезу, выдвинутую современными генетиками. Алтай – прародина многих народов Северной Америки. Если говорить точнее, речь идет об Алтае-Саянском Нагоре, куда входят территории Прителецкой тайги и само озеро Телецкое. Это самая западная граница предполагаемого очага происхождения древних охотников Америки. По мнению ученых, сложившиеся на Алтае в эпоху Верхнего Палеолита «Усть Каракольская культура» распространялась именно из этого региона в бассейн реки Алдан, оттуда, на северо-запад Азии и по Берингийскому мосту в Америку. Это и положило начало древнейшей колонизации нового света человека. Правда, сегодня картина складывается прямо противоположная. Культура некогда дикого Запада покоряет дремучие леса Алтайской тайги. В воскресное утро над охотничьей стоянкой Бориса Сапкина разносятся эхом кантри Джонни Кэша – прекрасный саундтрек для сибирского вестерна, вернее, истерна, рождающегося буквально на глазах. «Как ты тут, сынок? Кельки приготовил, смотри. Бери с собой. Кельки взяли, ружья взяли. Вроде бы ничего не забыли. Может, собаку возьмем? Глядишь, медведя загонит, подержит. Ну ладно, как пойдет, пошли уже. Снаружи к Борису и Николаю подключаются сваты. Еще два охотника за главами. В данном случае за рогами алтайского оленя – морала. О, дождь, видать, сильный ночью был. Неужто погоды Бог нам хорошей не даст? Вся трава могла. Тут и следов-то морала не найти. Давай потихоньку, селки хоть расставлять будем. О, кутай, кутай, не уйдем мы далеко. Николай на фоне отца все так же молчалив, словно и не родственники вовсе. Хотя на охоте вообще не принято говорить лишнего. Так, давай, ставь сперва селки. Петелька на белочку. Кстати, правда, этот маленький сделали. Селки – наверное, один из немногих сохранившихся до наших дней методов ловли зверя. Наверняка о них знали еще те племена, из которых потом выросли и тубалары, и индейцы силы. Вот мы до ста на охотничьего дошли. Смотрю, с утра сват, костер раздем. Ну, тут сейчас и отдохнем. А потом уж вглубь леса двинем. Так, собственно, раньше и жили предки нашей тайги. Вот такой балаган в старину ставили. Всю зиму порой жили. Крепкие люди были. Это попробуйка в таком шалаше проживые месяц морозов. Какую силу надо иметь, какое сердце и кровь. Сильные предки наши тубалары были. После передышки Борис Сафронович знакомый тропой уходит на свою ближайшую точку. Инстинкт охотника производит какую-то чудесную метаморфозу с этим лесным человеком. Он вдруг замолкает, сливается с тайгой. Теперь самое главное – вовремя нажать на курок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова